Здравствуйте! Я записываю данное обращение специально для всех нерадонадушных, для всех тех, кто так же скорбит сейчас в эти минуты вместе с нами. Сейчас в интернете гуляет много информации, куда я делся, вплоть до того, что я фейк. И самое главное, самое ужасное, что я стою на стороне администрации. Информацию вот так вот перекручивают. Посмотрите сюда, пожалуйста. Их больше нет, всей моей семьи нет. Вы говорите, что я стою на стороне администрации, потому что она допустила эту трагедию из-за своей коррумпированности. Пожарники, которые принимали все это. Также есть еще вопросы к тому, как тушился пожар. Как быстро туда добрались спасатели? Как быстро они начали тушить? Крышу начали тушить, насколько мне известно, через полтора часа. А сами пожарные добрались, ну, машина, через 40 минут. И вопрос у меня, и душевная боль сейчас одна. То, что я... Вы знаете, что нам сказали судмедэксперты? Нам надо ждать час, три недели. Три недели, чтобы установить. Вы понимаете? Мы даже не можем получить своих близких. Не были задействованы вертолетные расчеты. Кто там принимал эти решения по пожару? Я прибыл к 10 часам, так колыхало. Они тушили двумя струйками водой. Вы говорите, я на стороне администрации. Ну, видео, которое я записал, я вам поясню. Нам предоставили записи с камер, с самого прохода в залы кинотеатра. С которых видно, что двери были не заперты. Люди, ну, действительно, все выбегали. И остались только наши. Потому что там был детский мультик с детишками. Они промедлили, пока не добрались уже до выхода. В коридоре был густейший дым, абсолютно непроглядный. И какой-то мужчина принял решение запереть дверь, заложить щели и дожидаться спасателей. Но спасателей, как вам известно, не прибыло. Он, кстати, вылез в итоге. И его спасли, насколько мне известно. Вопрос у меня один. Почему наш губернатор, когда проходили все бедствия в других регионах, говорил, что у нас все хорошо, все под контролем. С любой проблемой справимся. Не справились. Не было задействовано ни вертолетной техники. Это можно было пожар затушить. Да, людей бы уже не спасли. Потому что они там задохнулись. Но хотя бы мы получили бы своих близких и смогли бы захоронить. А теперь мы ждем три недели. Потому что они выиграли настолько, что просто невозможно опознать. Просто невозможно. Есть даже не целое тело, а просто фрагменты. Я читал описи. Нас даже не допустили к ним. Потому что работали судомедэксперты. И они не смогли ни по фотографиям, ни почему, ни как установить. Вот у меня один главный вопрос. Почему? Почему это так случилось?